Берни Сандерс, я еврей, он говорит, и даже у меня семья есть в Израиле, но я выступаю за то, что были жесткие санкции по отношению к Израилю. И видно, что он в это все верит. На ним идет масса молодежи. Вот как вы думаете, допустим, получится так, что он станет президентом? Тогда я могу поздравить евреев американских, что они добивались то, чего хотели, за что боролись, на то и напоролись. И тогда они будут уже присягать на верность, что они уже и делали не раз в демократической партии. А она их будет за уши показывать всему миру, как маленьких котят. Вот какие у нас карманные евреи. Конечно, опять-таки, поворачиваясь к нашим баранам, наши бараны должны действовать в Израиле. К объединению, к соединению, к изменению внутреннего климата в стране, к тому, чтобы объединять народ. Практически то, что мы сделаем в Израиле, это отразится в Америке. Как бы, чтобы вас услышали. Вот вы все время за это говорите. Все время. А система подействует на людей. Мы находимся внутри системы, находимся внутри сети сил, которые будут по-другому оформлять народ Израиля, даже правительство. И я надеюсь, что станет как-то все по-другому. Система, она работает на мысль человека, она работает на как ему рукой повести, что ему подумать. Изменение системы – это и есть изменение мыслей людей и так далее. Изменение системы – это и есть изменение мыслей, конечно. Мысли, поведение, вообще всего отношения к миру. Внутренняя перестройка. Вы все время это говорите. И на систему влияет вот этот маленький народ, который влияет на систему, изменяет ее, и система изменяет человечество. Этот маленький народ меняет всю систему мировую, которая управляет миром. Далее уже меняется мир. Но самое главное, что менять эту систему народ не может сам. Своим изменением он влияет на систему, высшую систему, которая управляет миром. Мы не можем просто так нажимать на какие-то кнопочки. Нету их. Именно сеть связи между нами, насколько она будет более собранной, взаимной, компактной, дружелюбной относительно друг к другу, так она и проявится как система управления миром. Надо понимать, что мы находимся в серьезной системе сил, и эта система в мини-масштабе, находящаяся между нами, это как руль в руках шофера, допустим, управляющего. Это маленькая бараночка в руках, а на самом деле он может управлять при этом огромной машиной, целой планетой, системой, миром. Так должен почувствовать себя еврей? Так должен почувствовать себя еврейский народ, что он своим внутренним объединением крутит эту баранку или вправо, или влево. А если он не объединяется, то он не крутит ее. Эта баранка сама поворачивается в ту сторону, в которую надо для того, чтобы этот народ жестко привести к выполнению этого условия, объединения. Надо как-то это объяснять, надо как-то об этом писать, рисовать, это все обыгрывать, чтобы люди все-таки больше понимали, чтобы хотя бы были знакомы, что такое мнение, такая система управления существует. Мы не желаем этого, мы хотим забыть это, но она есть. Будем пытаться дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!